Друг похож на жениха, может быть, правильно или нет? И вот, то есть для меня вот это вот важный такой момент, что не зашел для себя достаточное количество подтверждений сказать про себя, я Христос. И это действительно правда, да? Точно так же, как Иисус, когда начинает свое служение, должен ясно понимать и осознавать, кто Он. То есть вот Иисус, Он понимал, кто Он. Все, что Он уже Христос. И всю ответственность на Него ложащую, и все видение к этому прилагающееся. Я хочу это все рассматривать, как бы, вот смотрите, это важный момент, потому что по всей видимости, когда будет вставать Его невеста, та самая непорочная церковь последних дней, то она тоже должна себя правильно самоидентифицировать. Потому что миссия Христа включает в себя определенные задачи, включает именно осознание своей пункты, функции в начале своего служения. Понимаете? Потому что, ну, вот я не буду уже как бы тут как-то вокруг да около ходить, но я был в служении в начале своей христианской карьеры, которое назвало себя служением Моего Крестителя. И это было очень круто на тот момент. Это было по вдохновению Святого Духа. Это звучало очень мощно, очень сильно. Понимаете? Но, когда мы сейчас уже рассматриваем, на самом деле, саму суть вещей, мы можем понять, что в этом есть преткновение определенное. Потому что, если ты не Христос, то твое, ну, твое дальше движение, это уйти со сцены. Все, нет будущего у этого. То есть, та церковь, то служение, то, что хочет поднять Бог, как бы, да, здесь, на этой земле, вот эта церковь, она должна себя правильно самоидентифицировать в начале своего служения. Потому что, я уже говорил как бы об этом, знаете, вот сейчас очень модно, если кто смотрит, может быть, видео про проповедников там разных, да, есть очень помазанные проповедники, которые кричат, что за мной идет, я поднимаю поколение, которое идет за мной, которое будет сильнее, чем я, у которого будет больше, чем я, я всего лишь готовлю, я всего лишь этого. Вы понимаете, на что этот человек сам себя самоидентифицирует? Понимаете? И это, на самом деле, очень удобная позиция. Я больше чем уверен, что христианство, оно вообще привыкло уже жить вот в этом, что будет следующее поколение, которое будет сильнее, чем я. Аминь или не аминь? Знаком вам этот дух или нет? Это очень такая удобная позиция, на самом деле, для каждого, каждого поколения, которое говорит, да, мы знаем, что Христос будет, да, мы знаем, что Он придет, да, вот следующее поколение мы всего лишь готовим, да, вот наши дети там и так далее пойдут. И знаете, из поколения в поколение одно и то же. И каждое следующее поколение. Почему? Потому что никто не хочет на себя взять эту, на самом деле, миссию. Это первое не хочет, а второе не может, недостаточно откровения, недостаточно этой духовной зрелости, взрослости, чтобы сказать про себя на самом деле, слушайте, ну хватит уже ждать того, что что-то будет потом. Как Иисус однажды пришел в синагогу и сказал, Дух Господний на мне, открыл Писание и открыл это место Писания и говорит, Дух Господний на мне, начал просто читать. Потом закрыл книгу и говорит, ныне исполнилось Писание, сейчас оно исполнилось. Понимаете, что это было радикально совершенно, что это было что-то, ну, выходящее, как человек вдруг может так отнестись сейчас к Писанию. Мы ведь так привыкли к Писанию относиться так аллегорически, учить друг друга, да, что вот оно там, да, вот это к себе применить, это на себя натянуть, этим научить там и так далее. А то, что однажды Писание может сказать про тебя вот в этом моменте, кто ты вообще, конкретно про тебя. Не, не, и вы знаете, что Иисуса за это захотели со скалы скинуть? Они в шуке были, они взяли, захумели, как так, пойдемте, донесли его там, но он, написано, прошел между ними и ушел. И хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Я предупрежал вас, что я не зря надел желтую майку, все это. Я, ну, серьезно, потому что для меня это революция, я понимаю сейчас, что я вообще творю. Понимаете или нет? Не подумайте, не подумайте, что я хочу сказать, что я Христос. Пожалуйста. Я никогда это не скажу, я знаю Писание. Я знаю Писание, что Иисус сказал, не верьте, если кто-то скажет, вот Христос, там Христос или так далее. Не верьте, это все понятно. Но Церковь Его, Церковь Его должна точно так же, как Он сам себя идентифицировал, однажды войти в это взрослое, зрелое состояние и сказать про себя, кто она на самом деле. Кто она. И взять на себя эту функцию Христа на этой земле, пройти все вот эти вот моменты, пройти в пустыне, вот это вот время, как Христос, который... Вы знаете, с чем связано было Его искушение в пустыне? С его самоидентификацией. Что Его Сатана спрашивал все время? Если ты Сын Божий, то сделай то. Если ты Сын Божий, покушай камней. Если ты Сын Божий, поклонись. Да, если ты Сын Божий. Вся атака Сатаны была на Его самоидентификацию. Он хотел его сломать ему, поэтому мы иногда говорим, а верил ли Христос или не верил? А вот использовал ли он веру или не использовал? Я не знаю, как он, но мы должны использовать веру в этот момент. Для того, чтобы действительно самоидентифицировать себя правильно. Вы понимаете, что сегодняшнее слово, то, что вы сегодня слышите, я уверен, что оно вас не оставит прежними больше. Потому что сегодня мы можем начать проводить вот эту линию. И к какому поколению ты захочешь относить себя? К тому поколению, которое говорит, после меня идет? Или к тому поколению, которое говорит, это я, кто говорит с тобой? Когда его самарянка, вы знаете, он понимал, кто он. Его самарянка говорит, ну мы знаем, что Христос придет. И он мне говорит, это я, кто говорю с тобой. И что? И написано дальше, и пришли ученики. Знаете, все самое интересное только началось, и там ученики пришли. Как всегда, пришли свидетели и помешали вот этому дальнейшему развитию разговора. Ну, вы понимаете, про что я сегодня говорю или нет? Я в шоке от того, что Бог открывает, и от того, куда Бог ведет, и как это все сейчас разворачивается. Но без того, что мы себя самоидентифицируем, нам будет как бы невозможно или трудно. Но именно если мы рискнем на себя взять, потому что, я же говорю, что Христу тоже нужно было принимать это решение. Да, мы говорим, он был рожден от Святого Духа, а мы от чего рождены? От чего мы разделись, как христиане в своем духовном развитии. И я вам говорю, я много вижу подтверждений того, что это очень похоже. Я сейчас говорю ко взрослым христианам, ко зрелым уже больше, да, которые как не вошли еще в свое призвание, в полноту служения, что это очень похоже на Христа. Что это очень похоже на то, как будет подниматься его тело. Помните, что сам Христос не входил в свое служение до 30 лет. Он не был никому известен совершенно. Никому. О его чудесном рождении знали только мама с папой. И то, наверное, не всегда верили. Думали, ну может что-то там как-то вот случайно получилось. Потому что очень трудно в это верить. На самом деле, про рождение, вот я говорю, даже символы вот этих. Когда рождался Иоанн Креститель, там все шумели в округе. Что же будет это за ребенок? Ух, там, это потому что у первосвященника они уже были старые. Слово было, сын родится, пророчество. И все уже вот в ожидании, там, Иоанн в пустынях, там рос, там все уже. Все святильники были на него направлены, он уже вышел такой. А Христос тем временем возрастал по-другому. Возрастал по-другому, работая, живя с людьми. Просто, просто набираясь вот этого вот, да. И написано, когда вот он в синагогу, написано, по обычаю своему вошел в синагогу. Ходил в церковь, да, ходил в синагогу, изучал Писание. Может быть, иногда что-то там читал, проповедовал, размышлял. Но собирал вот это. Собирал вот это свое видение. Что же он будет делать? Что относится к нему? А что еще относится к тому, что дальше будет? Если вы будете читать, я вам даю домашнее задание. Я уже давал. С 50-й главы пророка Исаия. Это о Христе. Там очень много, там есть как бы отходы в сторону, но в основном там идет вот это вот пророчество. И я вам скажу, что об Иисусе Христе там очень мало. Есть очень хороший момент. Это Дух Господний на мне, еще там какие-то отрасли, да, вот это. Но там большой пласт информации, что вы будете восстановить или развален, будете восстанавливать города. Вы понимаете, что это говорится о плане Божьем в целом? Понимаете? О плане Божьем в целом, который как бы люди как-то не до конца поняли. Понимаете? Мы сфокусировались, да, мы правильно сфокусировались на Иисусе Христе. Мы изучили Его, да. Но пришло время начать идти по этой карте. Начать на самом деле, как Он однажды вырос и начал идти свой вот этот путь служения. Потому что, ну, на самом деле, что Он говорит, я пришел исцелить сокрушенных сердцем, спасти, да, измученных на свободу выпустить там и так далее. Понимаете? Вот Он идентифицировал, сам идентифицировал свою вот эту миссию, все на себя из Писания достал и взял, и отказался. Взял на себя это. Понимаете? Взял на себя это. И я думаю, что, вот я говорю, что-то, что-то, что-то начинается. Потому что, ну, я по-другому не знаю, как. Я, ну, про себя могу сказать, что, как бы, вот последние два года просто в нереальных вещах живу. Никогда даже не думал, что они существуют. Просто. Бог настолько, как бы, живой, настолько силен, настолько ведет, настолько говорит, что, ну, невозможно это как-то по-другому интерпретировать. И интерпретировать, понимаете? И, как бы, я понимаю, что, как будто бы, вот, я понимаю, что, а что такого вот в моей жизни? Я понимаю, что я вырос. Бог мою жизнь подготовил для того, чтобы, ну, вот уже испытал даже временем, да? Вот там 20 лет назад я стал христианином, 18, да? И потом вот начал свой путь, тут пробовал чуть-чуть служить, потом просто жил, потом еще как-то вот, да? И потом вот раз и сказал, а теперь призываю, понимаете? Призываю, дал все подтверждения, которые мне только нужны были, и даже те, которые не нужны, все равно дал, понимаете? И вот так Бог делает, понимаете? То, что мы иногда знаем о Боге, это, ну, на самом деле, не так много, сколько Он может открыть про себя. И это то, что Он хочет нам дать. И вот эта вот самоидентификация себя как церкви, которая, вот, представляете, как могут сделать люди, которые примут на себя эту миссию, поверят в нее, реально, вот, просто поверят, схватятся за нее и попрут. Что их может остановить? Понимаете? Вот, вот он план Божий. Чтобы вот эти люди, они, вот, ну, перестали ждать следующее поколение, перестали готовить следующее поколение. Вот, понимаете, вот в чем разница Христа и Иоанна Крестителя? Один говорил, там за мной идет, потом, я, да, я тут, я тут недостоин развязать, и так далее. Но потом, даже когда уже Христос начал служить, помните, что Он говорил, да, что, а ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? То есть это совершенно нормально, когда вот между этими поколениями есть недопонимание. Между тем, которое говорило, что за ним что-то идет, и тем, которое уже пришло, как бы будут какие-то нестыковки, но это не помешает там ни одним, ни другим. Одним закончить, другим начать. Поэтому сегодня черту проводим. Вот, ну, я бы хотел, чтобы вы просто, кто в состоянии это понять, просто для себя хотя бы определились, что ты чувствуешь, когда ты это слышишь? О чем ты думаешь, когда ты это слышишь? На этот вызов? Готов ли ты ответить? Готов ли ты поверить, что это про тебя, что это для тебя? Что все творение ждет, пока ты назовешь себя собой? Понимаете или нет? Пока ты примешь на себя эту миссию, оно все это ждет, творение. Понимаете? И я не знаю, понимаете, ну, может быть, вот почему вот слова Иоанна Крестителя, они были именно такие, и они были именно такие едкие. Они были такие кусючие, когда он сказал, а ты ли тот, который должен прийти, или нам ждать другого? Он не сомневался, что Бог даст Христа. Он говорил, а ты потянешь эту миссию? Ты ли вообще тот, ты справишься вообще? Понимаете или нет? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Если мы на этот вопрос начнем отвечать, если мы начнем в это верить, если мы начнем за это держаться, дальше пойдет и видение открываться именно под это. Дальше начнут полномочия приходить, как у Христа, что он начал делать реальные дела, начал спасать, начал исцелять, начал воскрешать, начал благословлять, начал служить по-настоящему людям, начал кормить тысячами. Понимаете, вот оно в чем. Когда вошел в свою функцию, когда прошел эту пустыню, когда ответил на эти вопросы, в первую очередь, внутри себя, взял на себя эту миссию, изучил эту миссию и пошел. Понимаете, о чем говорю или нет? Что мы о церкви сегодня говорим. И о том, что ждет все творение. Откровение сынов Божьих. Откровение сынов Божьих. Сейчас я еще прочитаю несколько моментов. Не буду сегодня говорить много, потому что думаю, что вы поняли на самом деле. И я не хотел бы, чтобы это залисталось. Смотрите, с одной стороны, мы не можем взять на себя сами что-то. Да, написано, да, я объяснитель сказал, да, можно так меня спросить, ну а кто ты такой, чтобы это на себя взять, да, и так далее. Кто мы такие, а почему вот именно мы, и так далее, да. Но именно вот в этом вопросе, то есть, что мы не можем на себя взять что-то. Но с другой стороны, именно то, что мы поверим в это, и готовы, и созрели для этого сказать, как бы, про себя это, что Христос про себя сказал, понять это, в первую очередь, это и делает тебя тем, кем он стал. Понимаете? Это, 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 этим и делает, понимаете? Потому что тот, кто не может это на себя взять, он и не возьмет. Тогда возьмет только тот, кто может. Понимаете или нет? Понимаете вот эту мысль? Берет только тот, кто может. Потому что мне вот, на-на-на-на-на мне все время говорит, осторожно, не улети. И я говорю, ты понимаешь, что я не могу даже, как бы, улететь, потому что, ну, если это приходит, как бы, от Бога, я не могу на это, как бы, не реагировать. А вот то, что я не улетаю, это уже даже не моя проблема, понимаете? Ну, как бы, да, потому что, ну, с функцией Христа, Христу было дано все. И то, что он не возгордится тоже, понимаете? И то, что он не улетит и не перепутает тоже. Потому что у него полностью сердце с отцом синхронизировано. Полностью. Вот что должно случиться. Вот что должно быть с его церковью. Полностью синхронизация. Я и Отец одно. Понимаете? Вложу, вот новый завет, который дам я, говорит Господь, в последние дни. Вложу мысли мои в сердца и напишу на умах. Аминь. Вот синхронизация настоящая. Но для того, чтобы эта синхронизация была, нужно поверить в эту синхронизацию. Нужно принять эту синхронизацию, ну, как бы, идентификацию на себя. Самоидентификация задает наш путь. Кем ты хочешь быть? Какое служение ты хочешь делать? Бог ждет поколения, которое возьмет на себя эту функцию. Вот как Христос. Он ждет это поколение, которое возьмет на себя эту функцию. И скажет, все, не ждем следующее. Не ждем следующее. Аминь. Как Христос. Вот он, понимаете, вот он прочитал этот Дух Господень на мне. Говорит, сейчас происходит. Сейчас происходит. Вот, ну, я начал чуть-чуть про себя говорить. Я говорю, это, ну, вот за эти вещи, да, там, ну, можно в сумасшедший дом отправлять. Да, когда ты начнешь, вот так буквально, если ты вдруг найдешь. Я увидел и поверил, и действительно принял вещи, которые в Библии написаны именно про нас. Именно в наше время. Понимаете или нет? Вы понимаете, что когда Иисус сказал то, что не радуйтесь тому, что бесы вам помянулись, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны в книге жизни. Он сказал апостолам. Помните? Но вы понимаете, что это не такая, знаешь, какая-то там книга на земле, в которой записаны имена. Вот они, имена в этой книге. И Андрей, Филипп, Фома. И мы до сих пор их всех знаем по именам. Понимаете, они записаны, эти имена. Павел, Варнава, Иисус, Мария. Мария, да, и зачнет Дева в очреве. Ради. Мария читает, открывает, да, живая Мария, и вот про меня написано. Понимаете, буквально. Вот я верю в то, что про это поколение, про это движение, которое должно быть Христом, так же написано. У меня есть места. Не буду сейчас делиться, потому что за этот трудом отходят. Понимаете? Я это тоже понимаю. Понимаете? Я это понимаю на самом деле. Но это личное. И может быть когда-то это откроется. Понимаете? Потому что, ну, есть вещи, которые тоже... Ну, например, откуда мы знаем про, что говорил Сатана Иисус в пустыне? Как вы думаете? Ну, кто написал это? Вот, когда она идет, он вдруг сказал. Кому-то откроешь. Как, говорит, кому-то откроешь? Я думаю, Иисус рассказал сам. Правильно или нет? Ну, он же учил учеников, рассказывал, как он там в пустыне, Сатана подошел и так далее. Потому что, ну, Библия, она как историческая книга, там все время ее писали, ну, действительно, как вот, ну, живые люди, которые были свидетелем все время всех событий. В основном. Именно самоидентификация задаст нам необходимое направление. Вот, мы хотим видения, мы хотим направления, мы хотим понять, что же, да, что мы, революционный центр еще один хотим или что? Мы хотим гораздо больше. Даст правильное видение, расширит понимание, привлечет ресурсы, в первую очередь, людские. Ну, как ко Христу, понимаете? Все это, именно самоидентификация, понимаете? Именно вот эта вот дерзкая самоидентификация, понимаете? Так еще никто не, ну, как бы, да, вот как до Христа, как он может так сказать про себя? Дух Господень на мне и ныне исполнилось сегодня писание. Как так можно? Ну, вы понимаете, что именно так его церковь должна однажды заявить. Несмотря на то, что, какую реакцию получится стороны. Понимаете, вот как Христос, он знал, какая будет реакция примерно, знал. Но все равно заявил, заявил, правильно? Потому что, ну, так должно быть. И я думаю, что именно так и должно быть. Так должно быть. То есть, те люди, которые себя самоидентифицируют в этом, они однажды должны это заявить. Понимаете? И это произведет резонанс. Именно это произведет резонанс. Но именно это Бог и помажет. Аминь? Понимаете? Вот как с Христом. Именно это Бог и помазывает. Именно на это Бог и помазывает. Понимаете? И поэтому в этом нет никакого такого, знаете, вот учения сингтангского. Потому что нету личности, которая назовет себя как бы, да, Христом. Опять один человек. Потому что уже это не надо. Это уже другое. Здесь есть другое. Понимаете? Поэтому я думаю, что, ну, я уверен, что это от Бога. Именно это осознание. Вот знаете, у некоторых есть проблемы. Вот христианин, но чувствует, что не посвящен Богу полностью. Вот как мне вот посвящаться? Ну, понимаете, вот, потому что очень трудно, на самом деле, посвящаться, когда ты, ну, не знаешь, как, в чем. Понимаете? Вот там, пастор проповедует, тут на хоре играют, а мне как посвятиться? Вот я люблю Богу. Вот сейчас. Ну, именно, поэтому говорю, что, ну, многие не знают, как. Я не знал, как, понимаете? Даже вот мое хочу, оно ничего не сделало. Но я считаю, что именно осознание вот этого, того, кто ты, в плане Божьем, да, вот в этом все, приведет уже в необходимое посвящение. Приведет. Если не побоишься. Вот у меня тут написано. Приведет. 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 Вот смотрите, что это значит, когда тебе Бог даст осознание твоей самоидентификации. Гидеон, например. Бог ему просто сказал, встань, муж сильный. Ну, если я муж сильный, то ты муж сильный. Ну, если я муж сильный, то тогда подожди, давай я вот сейчас эксперимент тут сделаю, принесу похлебку, прими же. Сгорело, улетело все. И, ну, чудо увидел, да, но он не просто чудо увидел, это чудо для того, чтобы он понял, кто он. Понимаете или нет? Это чудо для того, чтобы... О том, когда ему надо было уже, там, собрал армию, первые шаги сделал, все равно, ну, чё, этих много, нас мало, Бог, я не знаю, мне трудно, давай я что-нибудь такое сделаю, чтобы вот ты мне сказал. Вы знаете, для чего он раскладывал знамения? Для того, чтобы они не подтвердились, а не для того, чтобы они подтвердились. Понимаете, это разные вещи. Он раскладывает эту шерсть и говорит, ну, пускай шерсть будет мух, которая рассухает. Бам! Слушай, ну, не в ту сторону. Да, вот в другую сторону, если тогда точно поверю. Вот шерсть сейчас сухая, трава мокрая. Понимаете, Бог дал только подтверждение. Бог дал только подтверждение ему, кто он, что у него получится. А ему нужно было собрать этих людей, потом отсеять половину, не половину, большую часть, вот эти вот три человек. Я вижу, что вот это вот про образ, это тоже про церковь, это тоже про последнее время. Это тоже про Христа, про вот это спасение, которое вот в символах очень похоже на то, как будет происходить все. Что сначала будет собрано больше людей, потом из этих людей будет уже только вот эти вот отсеяны, да? И они произведут ту работу, понимаете, основную работу. Но наслаждаться будут все потом. Поэтому не переживай, если ты не будешь участвовать в этой работе. Но лучше в ней участвовать, понимаете? Поэтому, вот как с Гидоном, знаете, за эту историю. 300 человек побежали на 200 тысяч с трех сторон. Понимаете? Все, что у него было, это было подтверждение. И потом он все равно его трясло. Знаете, да, он получился, если подожди, его трясло ему, говорит, ну что ты боишься? Иди сходи, слази к ним, стан, послушай, что говорят. Приходит стан, там говорят. Ой, не сон сегодня был. Какой там? Ой, какой большой каравай катился по нашему стану и все, размолотил-ка. Ему второй говорит, точно это Гидеон, кердык нам вся. И все, Гидон написано, понял, что Бог предает его в руки. И написано, что Бог ему не говорил. Мне вот очень нравится эта вещь. В Библии не написано, что Бог ему не сказал, сделай так, 300 человек, возьми сосуды и так далее. Знаете, он просто сказал, ты победишь, ты победишь. А Гидеон сам придумал эту хитрую штуку. Вы понимаете, что Бог хочет, чтобы мы поучаствовали в его плане, как рождающие, как те, которые будут придумывать эти вещи. Понимаете, он через нас творит, он хочет, чтобы мы участвовали, чтобы часть славы нам также досталась во всем этом. Понимаете, поэтому вот в этом вот его каком-то плане, в котором он сокрушит все вот эти вот твердыни, как Гидеон, там есть вот эта наша часть. Когда мы принесем ее, придумаем, как Гидеон, у него было подтверждение, у него очень хороший план созрел. А что, если их всех напугать? Они же никого не знают. А почему они никого не знают? Потому что он ночью к ним приполз туда, даже не приполз, просто... Я думаю, он даже не приполз. Они так пришли просто в другой одежде. Никто не понял, что они евреи, они сели у благоста, послушали и ушли. Потому что очень много там народу, и написано, что они не знали друг друга, очень много было разных племен. И тогда он использовал эту мысль для того, чтобы напугать их, и они сейчас друг друга начнут их молотить, если их сейчас с разных сторон напугать. И пошел на это, да? Ну, это на смерть пойти. Понимаете, если что-то пойдет не так, то все. А они такие развернутся. Вот это клоуны, как бы, смотри, да? Ну, и все, и закончилось все. Ну, он пошел на это, и пошел до конца, грубо говоря, да? Пошел на смерть. Пошел, потому что Бог его утвердил в том, кто он. Аминь или нет? Поэтому нам очень важно, понимаете, понять, кто мы, для того, чтобы утвердиться. И тогда то, что ты будешь рождать, придумывать во все это, с пониманием того, кто ты, Бог будет на этом ставить печать, и это будет успешно, это будет благословенно, это будет работать. Это будет... Аминь? Вот, вот что хочет Бог, понимаете? Он ждет этих людей, которые примут это, поверят в себя, кто они. Понимаете, которые перестанут надеяться на следующее поколение, перестанут просто отмазываться таким образом, что... Не, мы, 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 только шнурки развяжем, и все. Я говорю еще вот этот вот момент, почему он, опять же, подходит на нас, ложится на нас. Потому что вот это поколение, которое должно начать входить, оно сначала должно быть никому неизвестное, но духовно уже должно быть взрослое. Вот как Христос, понимаете? Вот его миссия, вот она так выглядела, то, что он был духовно созрелый, вот вызревший, понимаете? И все вот эти вот люди, которые тоже имеют вот это вот отражение Христа, вот этого плана Божьего, они все были именно такие, Моисей, когда входит в служение, духовно зрелый. Гидеон. Зрелый, он там, ну, уже муж был, понимаете? Давид, прежде чем зайти на царство. Долго не входил в него, да? То есть бегал там по пустыням от Саула там и так далее, понимаете? То есть вот этот вот вход в эту пункцию, он именно вот в этом тоже заключается. И это действительно, ну, серьезная вещь. Я понимаю, просто если вам интересно, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в пустыне. Вот сейчас, ну, именно вот как бы во времени в пустыне, то есть вот где как раз и происходит вот это. вот эта вот атака на то, возьмешь ли ты, не хочешь ли ты отпустить это? Знаешь, вот как Сатана его вот попытался, вот чтобы он не стал за это браться, что он Сын Божий. Изменение мышления заключается в том, что должно подняться поколение, которое также это осознанно произнесет. потому что абстрактный подход к Библии хороший, но ко Христу он был прямой. Это было написано именно про него. Ну, наверное, все, извините, что я вот так вот в конце. Я первый раз решил подготовиться по айфону и вижу, что какие-то тормоза происходят. Ладно, все, у нас сейчас банкет, продолжение, да, шашлыки там и так далее. Но получили что-то, нет? Получилось что-то. Цепляет, нет? Спрашиваю себя, цепляет? Есть что-то в этом живое, понимаете? И я понимаю, что это провокационная тема. Это такая, ну, дезонансная, она будет отсеивать куда? Понимаете, готов ли ты? Ну, именно так. Понимаете, вот именно так, дальше именно так. Дальше именно так. Нужно себя понять. Нужно уже просто, как говорят, перестать прятаться. Ну, я хожу в церковь, ну, я вот живу, ну, я вот работаю, ну, мне все нормально, я не грешу. Да не для этого Бог нас призвал, понимаете? Не для этого Бог нас растил. У него в кое-то время вот получилось сейчас взрастить вот это поколение, которое еще быстро не влетело в свое служение, как, например, поколение, которое должно было для нас, вот в России просто, да? Советский Союз закончился, и пришло христианство опять сюда, да? Насадили церкви. И многие пастора просто так сразу пастора, просто вот. Ты только христианином стал, и уже сразу стал пастором, понимаете? Вот я вот как бы примерно прочу. Тоже вот эта вот такая вещь, она как бы, да, ты как бы вот в этом вырос, но ты уже вот, уже вот эту вот функцию ты не выполнишь с таким раскладом. А вот с нашим раскладом, похоже, можно попробовать. Аминь. Аминь.